Поможет нам в этом, кроме... ...для поездки в другой город... ...интернет, коротко, да? Чем нам может помочь интернет, когда мы просто сидим дома? Какого есть Айска? Айска. Молодая. Электронная почта есть у всех? Вас как зовут? Я? Нет, рядом, да. Ирина. Ирина, почему нет электронной почты? Давайте с телефоном. Есть? Нет. Электронная почта — это, мне кажется, на сегодняшний день после своего телефона наиболее оперативное по получению информации. Это самый, наверное, удобный способ быстрого обмена информацией по почте с людьми, которые нам нужны. Ирина. Электронная почта — это такой момент, который помогает нам в любое время зарегистрироваться на любом ресурсе, который нам только чтобы вернуться к подругу. Правильно? Да. Можно откликнуться в какую-нибудь информацию, но не имея электронной почты, не получить доступ в полный. Основной момент — электронная почта и доступ к электронной почте бесплатно нам дает множество сервисов российские импортные. Ирина. Кто-нибудь может назвать такие яйца? Какие из яйца у вас? Моя, да. Жимая, что-то там. Какие преимущества у них? Большой ящик. Большой ящик. Задание на сервере. Наноши файлов различного формата. А есть там еще календари. Эти календари помогут планировать все наши действия. Они помогут нам не забыть ничего. Мы это переходим к мобильным сервисам, если у нас рассылка, у нас ссылка. Просто имея доступ к почте, просто имея почтовый ящик, мы можем создать себе такую хорошую штуку, как планирование мероприятий, что себе, что своей структуре. Потому что эти календари можно рассылать с ОМС коллегами, оповещениями, письмами, оповещениями либо себе, либо первой линии, либо всей структуре, либо клиентам, либо будущим партнерам, либо рекламщикам, которые постоянно нужны внимание. В каждом сейчас почтовом сервисе есть календарь, который позволяет сделать оповещение и позволяет нам быстро и оперативно информировать других своих коллег, своих партнеров. Рассылочки электронные, электронные рассылки часто предоставляют массовые сервисы, которые помогают нам проводить школы, не уезжая в регионы, проводить школы систематические, проводить школы периодические. Можно проводить именно школы по продукту и по бизнесу хоть раз в три дня, хоть раз в неделю. Подписываться человеку может любой пожелание, но по вашей просьбе всегда эта информация будет до него донесена, потому что можно сделать так, чтобы рассылка, следующий выпуск получит. Человек получит следующий выпуск рассылка только после того, как выполнить предыдущее задание. Есть такие возможности. За это денег платить не надо совершенно. Это нам легкий способ продвинуть свою систему в разные регионы. Социальные сети. Кто есть и здесь? Кто на классе? Кто на классе? Чем отличаются наши социальные сети? В одном из них. В этом нет. В лучшем фейсбук, в контакте. А пока посылает. Смотря для чего? Ну, нет. Ну, нет. Бизнес. Бизнес, просто могу. Бизнес, значит, фейсбук. Да, фейсбук, да. Фейсбук однозначно нужен в контакте. Но российская аудитория очень предпочитает контакты. Потому что, когда вы видите, не видя, пока. Я, наверное, сейчас точную цифру не скажу, потому что 67 миллионов человек в контакте зарегистрированы. Из них, по-моему, 70% совершенно регион. Мир и одноклассники считают социальными сетями для людей-взрослых, консервативными. Лично у меня, но одноклассники приходят чаще к предложению, а во что-нибудь проиграет. Но я не думаю, что социальные сети нужны для того, чтобы их прожигать принадлежу. У меня контакты, фейсбук, предложения. Проснутые смс и пирали. Дружки не играют там. Ну и, в общем-то, не советую всем. Чем полезна нам наша социальная сеть в контактах, фейсбуках? Против того, что просто знакомиться со всеми, есть три штуки, которые нам помогают бизнес развивать. Это сообщается группы. Кто-нибудь уже умеет создавать группы, пользовался этой информацией? Это очень хорошая вещь, создать группу по интересам. Не надо ничего продавать именно в контактах, не надо ничего рекламировать именно в фейсбуке. Достаточно написать в группе своей о себе, о компании, о своих предложениях и дать ссылочку на свой сайт. Я оба есть сайт. Личная страничка в интернете – это вообще великолепный продукт. Там можно размещать и формы для рассылки, и информацию о себе, и блоги, и расписание мероприятий, и вебинар, и офис. И если у человека есть личная страница в интернете, это уже какое-то значение сразу передает. Она должна быть бизнес-ориентирована, серьезна. И с контактами данными, конечно, совсем. Она должна полностью сдавать картину о вас. Человек, который пришел в социальной сети на ваш сайт, должен на него подпросить это не было души лица, чтобы страничку вызвали вас и друзья. Кто пользуется социальными сетями для того, чтобы пересылать информацию вообще по интернету всему? Просто просит. Клевое что-то. Просто просит. Когда ВКонтакте написал статус «Рассказать друзьям», это падает на стену. А если настройку поставил клип от Фейсбук, это падает сразу туда. Если в Ютубе зарегистрирована уже лайк, кнопочку поделиться, отправьте видеоролик в ВКонтакте. Фейсбук. Самоотрасник. Самоотрасник он в каком-то сномерке. Перекрестный суд. Это очень хорошая, удобная штука. Старайтесь этой пользоваться. Если упало вам на стену, то видите мышку. Сделайте сообщить другу, сообщить сообществу, чтобы это сразу видели все. Мы знаем, как информацию показать, как быстро получить передачи. И позже вы узнаете, как взялись знакомствами и вам, с ними поддерживать отношениями, как взялись связи. Главное успехов поздравиться. Спасибо. Все остальное. Мы сейчас не поджирать. Вам на чем? Да. Да, можно расставить по всему дому некий алдарь. Давайте встаем. Я сейчас покажу, что нужно делать. Я буду рассказать, Сергей будет комитировать. Покажет, что нужно делать. Вот это и вот, ворву, снять, конечно же, начинаем с чего? С пробежки. Ну, нам нужно проснуться, взбодриться, поделиться хорошей информацией. Мы приходим на мой канал, заходим, не думал, что вы так вот ослышите, да? Заходим, тоже снимаем себя между. Дима, если не раздевайся. Снимаем одежду и используем нашу бодрящую гель для душа, тщательно промывая все. Все мы? Все, что-то сходилось. Да, молодцы, вамплицент. Выходим на свой бодр, пока мы все возможны, надо, чтобы злое лучше не стереть, а не целлюлитный гель. Девушки делают, но мужчины помогают девушке. О-о-о-о-о-о-о-о! Тщатель . Трем, кто-то, я же знаю. Ура, давай. Мои. Да почему Маша не помогает, а? А я себя натернула. Чтобы у нас все остальное тело тоже было пропитано витаминами, еще используем молочко. Так что все остальное тело тщательно пропитываем молочком. Наша кожа будет плестеть, и все будут спрашивать, где пугнешки такие красивые родились и получились. Да, и ножки заодно, и ножки крем. Ножки? И ножки. А снилась ворота. Наше тело готово к спортсмену. У нее осталось сделать макияж. Расскажите, можно очистить лицо, очищаем лицо тоником. И наносим крем. Вбивайте подошечки, вбивайте кожи. У нас не будет подшипа. Я буду спрашивать, сколько это было. Ну, это будет прекрасно. Теперь, самый интересный макияж. Мужчина, кто не умеет делать макияж, а ты берешь, а он все умеет. Вы ведь настраивает у authentication. Что же делает макияж. А я жестокично. Мужчина, а я быстренько не попадаю. マ я не сняла в ток, скульп�. Не умеет… Яod' в ток. Молодцы. Теперь осталось самое важное. Руки. Руки, да. Насним аромат. Приняем арену музыку. Наносим аромат и благоухаем целый день. А теперь все вместе и без комментариев, и без прогрессов. Побежали. Бежим, бежим, бежим. Приходим. Снимаем арену. Добавляем тушь, боремся келем для душа. А воды нет. Есть. Приходим. В бедрах. Все остальное тело волочном для тела. Лицо. Очищаем лицо. По массажным линиям. Все помнят, правильно, да? Так же крепкое тело. Реснички. Смотрим на Сережу. Ребята. Ребята. Что вы и созда greyhask? Он был. Он был. Умкин. Умкин. Умкин., ты под Grill. Учитель! Здравствуйте, ребята! Поздравляю вас! С вами, вот как Светлана. О праздниках страны в Курцах, например, есть такие люди? Есть. Не ожидала! Специально для этого мы приготовили для вас следующее тело, лично мы с вами. Она называется «Бизнес без границ». И мы знаем этого человека с самого первого дня, она привезла очень хорошее впечатление. Этот человек уже в бизнесе с первых дней становления компанией. Человек, который действительно развивает свой бизнес в разных городах и странах. Она умеет совмещать и бизнес, и семью, и притом успешно развивает свое дело, помогая другим. Это верховный советник компании «Сиэль Парфюм». Председатель правления молодежного движения. Маги! 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 Отлично! Вот это будут выключить. Как-то тут сидите. Можно выключить? Можно. Отлично. Спасибо. Скажите, пожалуйста, кто из вас уже работает в других городах? Отлично. Но не все, да? Не все. В других странах уже не знаем. Представители. Стас, наверное, думал, да? Ну так, зачаточный. Зачаточный. Ага. Ну, начну с того, что на сегодняшний момент, вот ребята уже сказали, да, естественно, основной наш бизнес – это в России. Мы работали здесь с мужем, с Максимом. И когда вообще я пришла в Сиэль, есть же такое, что слушается его спонсора. Что спонсор говорит, это значит вверху, да? И когда я пришла в Сиэль-посток, Сиэль – это мой первый проект, мой единственный проект. И, естественно, я была неопытная. Сетевой бизнес я не понимала, не было мышления сетевого, не было видения. Я вообще не понимала, как работает. Я просто полностью доверяла своему спонсору. И всей линии оплайна. Все мои спонсоры. И когда я первый раз встретилась с моим спонсором, это Нина Николаевна Бахчева, мой вышестоящий. Да, это премьер-советник. Нет, еще не могу привыкнуть к нашим новым всем рангам. Премьер-советник – человек с большим опытом, сетевом. И она мне сказала, Марина, вот где есть у тебя знакомые, пиши абсолютно всех. Во всех городах, не разбирая, знаешь ты его, да, ну кто-то тебе порекомендовал. Когда ты там с ним училась, встречалась, неважно, пиши всех подряд. И вот спасибо ей огромное. Вот действительно, она тогда сразу мне заложила вот это зерно вот большого масштаба. Вот ваш бизнес будет велик от того, насколько у вас будет большая территория вашего бизнеса. Насколько велика ваша территория бизнеса, настолько будет велик ваш бизнес. Именно тогда она мне вот это зерно заложила. Огромное ей спасибо. И я записала абсолютно всех, кто был в моем списке и продолжала записывать. И так получилось, что действительно с первых дней я сразу же записываю для этого регионального бизнеса. И до сих пор вот это транслирую и дублицирую в своей структуре. Я очень люблю такую фразу, не складывайте все яйца в одну корзину. Вот самый лучший способ, вот если поэтапно говорить, да, бизнес без границ, самый лучший способ, и он более верный, конечно же, сначала мы учимся работать в своем городе, да, научаемся, понимаем, как это нужно делать. Дальше мы выходим уже за пределы своего города и осваиваем регион. И научившись работать уже вот так дистанционно в разных местах, уже логично и уже можно выходить уже на международные границы. Вот сейчас у каждого из вас есть очень хороший шанс, большая возможность. Не думайте, что вот Турция вот сейчас открылась и все, и это уже невозможно, да, туда попасть. Или, например, Белоруссия, потому что Украину позовет. Здравствуйте, не знаю. Ладно, не поедем к тебе. Вот, то есть, вот у каждого из вас есть... Да, дело, это вот провокационный вопрос. Вот, действительно, вот научились, да, и расширяем свои границы. И я сейчас хочу поделиться с вами, как я начинала работать, как я сейчас работаю. Конечно, у каждого свой метод, но чем хорош близко, что мы друг другом учимся, да, и берем наработки. И вот сегодня я как раз хочу поделиться с вами, как я начинала работать и как работаю сейчас. Конечно, сетевой бизнес 9 лет назад, когда я начинала, он был такой. Это не сейчас, когда можно знакомиться через интернет, да, и через самые конференции и все. Вот, еще повторюсь, что я пришла вообще с зеленой абсолютно, опыта не было. Но, вот, знаете, помогает вот этот энтузиазм, вот этот огонь. Вот вчера отсидели со светом, она говорит, какая цель, да, помнишь? Вот, если у вас есть цель, это значит, вы все будете достигать и все у вас будет получаться. И у меня вот тогда действительно была цель, это вот большой такой глобальный бизнес, как я вам знаю. У кого-то может быть цель, то есть мы сейчас говорим о том, что нужно вначале поставить цель. У кого-то цель, допустим, будет поехать в другой регион, научиться, да, научиться работать в другом регионе. Не важно, там будет результат, не будет, но вот, по крайней мере, попробовать, что это такое. Были у меня примеры, когда я выезжала один раз всего лишь с консультантом, который меня послал. Марина, поехали в другой город, я хочу посмотреть, как ты работаешь. Моя задача, моя цель была показать этому человеку, моему новичку, как работать, и мы с ней работаем. Я позже тоже расскажу. То есть цели могут быть разные, но самое главное, это поставить цель. Когда вы выезжаете, какая ваша цель, что вы хотите об этом городе. Научить консультанта, найти ключевого человека и оставить здесь хорошую ветку рабочую, да, или просто поучиться, посмотреть, проверить, смогу ли я работать в другом городе или нет. То есть первое, это наша с вами цель. Для чего, зачем? Следующий момент, это, конечно же, подготовка. Вот еще вот про цель скажу, у нас чуть-чуть назад. Когда я поехала в первый город, у меня была цель подписать человека. Вот по что бы то ни стало, подписать человека. И у меня на это было всего несколько дней. Первый год я совмещала пока с основной работой, я работала. И у меня на это было всего несколько дней, четыре дня, по-моему. Мне дали, то есть у меня знакомая была, но она отказалась в этом городе. Я у нее попросила рекомендацию, да? Ты не хочешь, да? Дай мне человека, порекомендуй мне. Жаль-то больше, да? Да, да. И она мне дала своего человека, я стала ей звонить. Я ей звонила каждый день. Вы представляете, вот тут опять же есть два понятия. Есть назойливость, есть настойчивость. Я считаю, что я все-таки, вот, говорят, о, я не хочу надоедать, я не... Да, вот, есть такое. Вот это два разных понятия. Настойчивость и назойливость. Я считала, что я не назойливая. Что здесь? Человек мне не отказывает. Она говорит, позвони завтра. Ну, вот, не знаю, что у меня не получается, позвони завтра. Я жду. Спонсор сказал, надо, да? Значит, надо, все. Звоню на следующий день. Опять она говорит, у меня не получается. Ладно, я звонила на следующий день. В итоге, вот, опять же, благодаря настойчивости, да, и цели, я знала, что у меня будет всего несколько дней, надо подписать. Мы с ней встретились. Более того, она была не одна, с ней было три человека. Представляете? И все три человека заключили договор. И сегодня это очень сильная структура в моей команде. Это Верховный Советник Ольга Захарова. Да. И, вот, опять же, да, почему я, например, сказала настойчивость и цель? Она Верховный Советник? Да. Она Верховный Советник, у меня очень большая структура, очень много в глубине директоров. И мы плотно работаем вместе, и при этом это самостоятельный человек, который работает самостоятельно, лидер. И она тоже многому меня научила, несмотря на то, что я ее способ. То есть мы учимся друг друга. Вот, то есть, вот, опять же, пример из моей истории. Настойчивость и цель. Дальше. Был пример другого региона. Это город Оренбург. Это тоже в самом начале моего бизнеса. И еще хотела сказать. Вот, когда мы научились работать в своем городе, да, то пусть это будет месяца 4. Может, у кого-то это будет месяца 3. Не тяните, выезжайте в другой регион, пусть это будет рядом с вами. Вот здесь такое понятие заполнение, да, так он говорит, заполнение территории рядом, близлежащей. Не отдавайте свое пространство другим конкурентам. Конкуренты, я считаю, это даже другие компании. Почему ваши клиенты, ваши будущие партнеры будут в других компаниях? То есть они будут у вас. Так вот вы находите в своем городе и постепенно заполняете свое пространство. Не нужно там ехать вообще так далеко-далеко, да. Вот. Работайте пока рядом. Потом уже, если у вас появился, там познакомились с сильным человеком, да, там стоит поехать куда-то далеко. А вначале, на первом этапе, это вот должно быть рядом. И я такая человеком авантюрист по натуре есть у меня такое. И на тот момент я это правило не использовала. Я поехала далеко. Аренбург у нас, в принципе, надо спать ночь на поезде, чтобы доехать. Я не стал это законно исполнять, все-таки поехала. Но у меня опять же было всего три дня. И я заранее, то есть вот следующий этап, это подготовка. То есть подготовка, когда вы едете, вы поставили цель, для чего вы едете. И подготовка. Так вот, город Варенбург, я готовилась. Каким образом? Во-первых, конечно же, мы прошерстили территорию. Мы поехали с моим спонсором, с Ириной Синицыной. И мы прошерстили территорию, узнали, что там сель, профил нет. Ну, это было несколько лет назад. Мы знали, это плюс. Мы узнали, какие компании там работают, сетевые. Вы знаете, да, что приглашая сетевиков в команду, ваш бизнес будет быстрее распространяться. Они тоже профессионалы, они уже понимают, что такое сетевое. Но опять же, приглашая сетевика, надо знать, как его пригласить, и при этом самому соответствовать. И сегодня, во второй половине дня, вы как раз об этом узнаете. У нас два хороших блока от Светланы и от Стаса, как раз вот по этой теме. И мы узнали, какие сетевые компании там работают. Более того, мы узнали, в каких местах эти сетевые компании находятся. Офис, адреса. И рыбка, когда они ходят домой. Убавлен контроль. Мы взяли с собой, конечно, продукцию, договора и приехали в этот город. Пока, конечно же, мы... И еще один момент. Мне хотелось научиться работать в поле. Ну, к сетевикам понятно, придешь, там лучше работать, он рассказывает бизнес-презентацию. Мне захотелось работать в поле. И мы тупо, просто, заходили в правую улицу. С каждой дверь заходили и перед ногами сидели в парфюме. Здравствуйте. Мы приехали, ну, так понятно, знакомствуем. Мы приехали из другого города, привезли вам новый проект. Хотим с вами познакомиться, пообщаться. Мы здесь ищем людей, которые будут возглавлять нашу компанию в нашем городе. О, еще нет. И люди цеплялись на это. Но главная проблема была в том, главная задача в том, чтобы найти человека, который будет держать склад. Который купит продукцию, нет склада, нет бизнеса. Это у нас задача была. То есть это еще одна задача, которая была на этом этапе, что когда вы начинаете строить бизнес в другом регионе. И мы заходили в каждую дверь, давали информацию. И потом все-таки пришли в это здание, где были сетевые компании. Мы провели презентацию, заинтересовали этих людей. И на сегодня там работают две большие ветки. И к чему я это говорю? Когда мы приезжаем в другой город, конечно же, если опять же вы уже чувствуете вот эту силу, в первую очередь мы даем информацию сетевикам. И когда я взваниваю людей, по контактам моего человека, к которому я приезжаю, если человек новичок, он пока не умеет говорить, они ударят от этих слов. Звоню я, включу и показываю, как нужно делать. И говорю, что вот, здравствуйте, я приехала, у меня зовут Марина, Татьяна, допустим, да, приятно познакомиться. Мне вас порекомендовали. Сказали, что вы работаете, ну, допустим, с компанией Unway. Да, все очень приятно. Я приехала из Челябинска с новым проектом. Хочу с вами познакомиться, пообщаться и встретиться. Я в первую очередь даю информацию сетевикам. И вот эта вот, вот эта фраза всех цепляет. Я в первую очередь даю сетевикам. Они сразу же понимают, если кого-то что-то не устраивает, он для себя это рассматривает как возможность. Если этого сетевика все устраивает в его компании, он может прийти, я ему говорю, мы с вами можем пообщаться, вы, по крайней мере, будете знать, какая компания у вас приехала в город. И человек приходит вот таким образом, у меня очень много было встреч, когда люди даже только из-за того, чтобы понять, какая компания заходит к ним на рынок, они приходили навстречу. Вот. И, то есть, когда приезжаем в другой город, в первую очередь, конечно, дадим информацию сетевикам. И, как правило, именно сетевики, либо предприниматели, берут на себя именно функции склада. Потому что они уже это понимают. Что это такое? Они берут на себя этот ответственный склад, берут деньги. Ваша задача найти человека, который возьмет на себя склад. И на этом этапе задача заключается найти ключевого человека. Вот, я не знаю, как ребята работают. Несколько веток запускают в городах, да, или одну. То есть, все работают по-разному. Когда я приезжаю, я стараюсь, вот мой журналист, да, я стараюсь запустить все-таки одну ветку, да, то, что я уже сказал. То есть, запустить технологию. Да, запустить одну ветку, чтобы не расстреляться. И задача закрепить этого человека. Почему мы остаемся в бизнесе? Почему мы развиваем бизнес? Потому что мы получаем результат. Правильно? Результат у нас когда? Когда у нас есть команда. Либо усилие одного человека, либо усилие команды. Правильно? Вот. Поэтому наша задача закрепить человека в бизнесе, построить ему вот на этом этапе команду. И вот этот приезд всегда, да, самый первый. Это вот как можно больше подписать людей в первое поколение. Хорошо, если это сетевик уже, да, он уже понимает, как работать. Но мы с вами работаем еще и не с профессионалами. Люди, которые еще не понимают, что такое стерео, да. Вот. Поэтому наша задача показать. И как я делаю? То есть, список знакомых, это все понятно, да. И мы просто начинаем звонить. Он звонит по списку, звонит при мне. Вот. Мы ничего не говорим о компании, да. Мы не говорим, что там много проектов и так далее. Мы просто, вот, опять же, в чем прелесть, когда работаешь дома. Если когда ты приезжаешь на человека, когда ты готова. То, что есть процент доверия. Офиса пока нет, да. Снимать помещение, ну, может быть, будет дороговато, да. Вот. И хорошо проводить дома. И мы прямо вот приглашаем конкретно домой. Включаем гости, там, на чай, там, еще куда-то, да. Вот. Либо приходим сами. Человек говорит, я не могу, у меня там дела. Хорошо. Я к тебе приду. Дома? Дома. Она ничего не говорит, что она приходит со мной. И мы такие два солнышка на пороге нарисовали. Ей что остается делать? Естественно, у нас два рейтинга. Да. Все. И проходим презентацию. Так вот, на этом этапе прямо максимально, максимально, максимально. Я всегда стараюсь проводить по пять, по семь, встречи в день. Почему? Мы выезжаем в другой город, правильно? У нас там что? Вытраты, да. Затрачиваем время, затрачиваем деньги, вот. Затрачиваем энергию. Поэтому, если мы выезжаем, то мы должны концентрироваться на 100 на 200%. Максимально. Вот каждая метода должна быть расписана. Постоянно проводить встречи. Вот. Если это Сетевик, конечно, лучше, чтобы это была индивидуальная встреча. Если это, допустим, там люди, ну, пусть они продавцы были в других компаниях, да, или не знают Сетевикой. Конечно, там уже на 3-5 человек. У нас достигало иногда, в протире собиралось, вот, 10-12 человек одновременно. Вот. Презентация, презентации, допустим, да, тут же, как бы, по продукции смотрят. Вот. Один раз у меня было, что вот в регион приехала, приехала, причем всего на 3 дня, осталось мне 10 дней. Планировала подписать, вот, опять же, да, цель, планировала запустить там хорошую ветку, но у меня получилось от этой ветки сразу 3 больших ветки. И за 10 дней мы подписали 25 люксовых договоров. Две разы мы заказывали посылки автобусом. То есть, вот, еще один момент очень важный. Когда вы выезжаете в другой город, если вы едете без спонсора, заранее продумать всю вот эту стратегию, да, как вы будете работать. Чтобы, допустим, если вам не хватает товара, а надо приезжать с товаром, правильно, нужно сразу брать с собой продукты. Вот, нужно сразу же брать с собой договора. Вот, естественно, там всякие буклеты, обязательно презентации, чтобы вы могли показать это все визуально. Вот. И со спонсором, со складом уже договориться. Если мне не будет хватать товара, пожалуйста, мне пришли. Да? Вот. То есть, это уже сразу вы должны продумать все. Вот. Вот мы тогда при вас, она была фаназия, тоже наш вышестоящий спонсор, но я уставила, она поставляла нам товар. Вот. Что еще важно? Развивать цепочку. Это вот то, что мы с вами говорили, рекомендация. В один город, я приехала, вот как раз вот с новичком, со своим, она говорит, покажи, покажи, как работать. Я говорю, у тебя там есть знакомые? Она говорит, у меня там есть всего одна подружка. Я говорю, ну хорошо, давай. Все. Мы туда приехали, эта подружка взяла нам и отказала. Типа, я не хочу, все. Мне не нравится сетевой, я не хочу, все. А вновь такой, что делать? Уже дорога затрачена, надо же что-то делать. И мы давай развивать цепочку. То есть, она нам порекомендовала человек, она не избегает. То есть, мы не стали, то есть, вот еще смотрите, можно работать, заходить в каждую дверь, да? Вот. И второй вариант, это развивать цепочку рекомендаций людей. Мы пошли вот по второму способу, развивать цепочку. Вот. Все равно рекомендации бывают, они дают больше результат, да? Вам больше про это прислушиваются. Так вот, представляете, мы в течение, наверное, я не знаю, пяти часов развивали вот эту цепочку. Мы целый день ходили от одного человека к другому. У нас человек, ну, 4 или 5, по-моему, точно я уже не помню, было и люди, которые нас вот друг другу рекомендовали. Вот. И самое интересное, что последняя рекомендация была в офис седевиков, опять же, которые мы проходили раз в пять. Город был небольшой, мы постоянно мимо него проходили. Вот. И в итоге мы все-таки в этот офис зашли. Это был офис Алис Лейд. То же самое, в принципе, и косметической компании, да? Вот. Мы туда заходим, ну, нам человеком порекомендовали, и у нас смотрят, вы знаете, как на дураков. Типа, мы сами же тоже косметикой занимаемся, да? Что вы тут пришли? Ну, мы сказали, что вот, ребята, нам порекомендовали к вам прийти. Мы, конечно же, понимаем, что вы так же работаете с косметикой, с парфюмерией, но, может быть, у вас есть какие-то знакомые, там, из других компаний, которые с вами отказались сотрудничать. Вот. У нас, конечно, так вот, знаете, посмотрели, но мы хорошо пообщались, вот. И нам просто тогда повезло. Опять же, благодаря тому, что развивали цикочку, они, конечно же, отказались нам, покрутили у виска. Но в то время зашла консультант Алис Лейк и сказала, моя мама не любит Алис Лейк, пусть мы работали с вами. Алис Лейк, все. И город у нас подписался. Вот, пожалуйста, да? Человек не хочет работать в полифонике, пришла к себе парфюмеру. Да. То есть, абсолютно разные есть варианты, поэтому вот развивать цикочку, это тоже где-то очень хорошо. Алис Лейк, еще один момент. И обязательно человека научить в максимально короткий срок. И я всегда, как делаю? Когда мы проводим встречи, то есть на первом этапе встречи, естественно, промажу я, если это новичок. Встреча прошла, мы делаем анализ, да, мы разбираем. Она мне спрашивает там, а почему ты вот так провела, да? Вот предыдущая встреча была совсем другая, здесь вот ты вот это сказала. Я ей начинаю объяснять, что этот человек вот такой, можно с ним вот так. То есть, каждую встречу мы разбираем, что и как мы говорим. Постепенно уже какую-то часть я даю ей, да, то есть своему партнеру даем часть презентации. Остальное уже, как есть такое понятие, дожатие, да, человека в заключении сделки. Дальше уже я дадожу. То есть, моя задача в максимально короткий срок научить человека проводить презентацию. Поэтому для этого постоянно нужен анализ, анализ, анализ. Так, и еще один момент. Вот первый этап, когда мы приезжаем, да, то есть мы пописали человека. Мы закрепили ему первую линию, да, мы пошли дальше. И на первом этапе выявить в его команде ключевых людей. Это тот актив, та команда, тот мозг, который будет развивать вот этот город. Одному очень тяжело, согласитесь? Да? Ну. Поэтому должен актив команды, которая будет это все вести. Вот. Может быть, сделать какую-то, я не знаю, там, неформальную, там, встречу, там, поужинать, да? В кафе, пообщаться, поговорить о планах, вот. И еще, что очень важно, когда мы находимся в регионе, новичка постоянно пропитывать, пропитывать духом семьи. Постоянно, да? Рассказывать какие-то истории, да? Рассказывать про мельсов путешествия, да? Вот. Рассказывать про лидеров, вот. Рассказывать о себе наши мероприятия, события. То есть, мы, мы едем, а у нашего новичка останутся образы. Правильно? Вот. Образы, которые будут его греть. И обязательно поставить задачу к следующему приезду. То есть, мы с вами подписали человека, мы его закрепили, мы построили ему первый актив, мы научили его проводить встречи, да? Анализировали и говорили, что и как. Мы провели какие-то первые школы по маркетингу планов, плану вознаграждения по продукту, вот. И поставили цели к следующему приезду. Вот, опять же, в зависимости от региона, далеко она будет, или близко, да? Вот, если регион, допустим, дальше, я приезжаю раз в месяц. Если это близко, допустим, да, там, ну, пусть там, 100 километров, это можно и раз в месяц. То есть, в принципе, это уже все вот, да, классно, выслушать. И уже к следующему приезду обязательно поставить цель и задачу, что он должен сделать в этом промежутке, пока вас нет. Если вы не поставите задачи, не поставите цели, человек будет расслабляться, да, он еще на омничок, вот. Когда поставлено, мы с Еленой тоже вчера говорили, да, или сегодня, что если есть вот это, ты понимаешь, да, что тебе нужно сделать определенный план, определенные действия, человек это делает. Поэтому к следующему приезду, он уже знает, когда вы ходите, он уже готовит команду, вот. И тоже фишку вам скажу, сделайте промоушен. Чтобы быстро регион стартанул, сделайте промоушен. Промоушен, я не знаю, за закупки, за подписание. Сделайте вип промоушен на ваш, на ваше общение. На ваше общение. Если вы только новичок в бизнесе, недавно работаете, сделайте вип промоушен вашего спонсора. Допустим, сделайте такой объем, да, приедет спонсор. Ну, если спонсор живет далеко, может быть, будет какая-то конференция, да, там, по, через интернет, вот. Либо вип промоушен на вас, там, допустим, ужин, там, или в гоуле вы сходили, то есть неформальное общение. Вот это очень сильно стимулирует и дает хороший старт рывок для ребенка. Желаю вам успехов, результатов, чтобы ваш бизнес был действительным. Но уже, знаете, с такими достижениями, со своим стержнем, вы уже с пониманием, да, что свой бизнес – это величайшая возможность в мире. И именно тогда я ее запомнила. Сегодня, когда она приехала, мы уже с ней познакомились лично, пообщались. Мы с ней поговорили всего лишь пять минут. Представляете? Пять минут. Но уже из разговора мне стало понятно, что этот человек очень целеустремленный, очень насыщенный. Я с вами. Теперь тема моего выступления звучит следующим образом. Большой бизнес в маленьком городе. Большой бизнес в маленьком городе. Даже на предусгляд, как-то даже парадоксально, да? Но мы же с вами знаем, что в нашем сетевом бизнесе возможно все. И сегодня я пытаюсь вас в этом убедить, что большой бизнес, возможно, даже в самом маленьком городе. Итак, давайте разбираться. Как что-то происходит. Я немножко буду подрядом тексту, потому что могу уходить в другую сторону, поэтому могу так смотреть, чтобы меня во время не уложить. Итак, как же думают большинство начинающих консультантов, которые решают начать работу в маленьком городе? Они думают, вот, если бы я жила в столице, я бы так рванула, так рванула. А здесь маленький город, зарплаты маленькие. Кому продавать? Здесь нет, дело здесь не пойдет, по-отделению. У кого встречались такие комментарии? Были, да? Супер, действительно, это так лист, да? То есть это правда. Теперь давайте другую ситуацию возьмем. Возьмем ситуацию, когда реагируют уже в виде столичной, да? Которые уже в крупных городах живут, да? Как они на это смотрят? Ой, у нас здесь все такие привидевые. Никого ничем не удивишь. Вот если бы я жил в глубинке, ну там бы вообще, было бы классно. Есть такая тема? Да. Есть. Действительно, это так. А в видеопрактике, друзья мои, происходит определенная тенденция. И она действительно есть, и она работает. Одинаково, независимо, как в крупном, так и в мелком городе, развиваются компании, развиваются лидеры. И эти лидеры достигают колоссальных успехов в сетевом маркетинге. Давайте далеко до примера ходить не будем. Достанем наш аппаратный ремонт севести. Будьте добры. Крань динам. Севести. Наш любимый динам. Так. Открываем графу рейтинга, да? Вот, например, эстокарный рейтинг, да? И смотрим. Города. Саранск. Село Спасское. Омск. Поселок Чанн. Екатеринбург. Березники. Казань. Поселок Кадын. Ну, как? По-моему, без комментариев, да? Действительно, все работает. И это независимо, независимо от какого города выручено это развиваться. Вот Марина, мне очень понравилось ее выступление, что действительно, как нам надо развиваться для того, чтобы наша ветка, да, становилась сильнее, крепче, вот как дерево, например, да? Вот у нас росточек, сам маленький, да? Вот это выявляется, да? Вот это мы с вами, вот, лидер, да? Вот видите, да? Вот это росточек. Сон, он толщается, да? Мы начинаем работать в своем городе, да? Вот, как видите, как вы знаете, да? Вот мы в своем городе развиваемся, а мы все прочнее. А затем мы подключаем в регионы, да? То есть, может быть, мы с вами соболезнение, то есть, может быть, мы с вами, предлежащая, да? Ну, я же там еще, да. А затем, да, мы вспоминаем память Дани, которые живут вообще в других государствах, да? На границе там может быть, и это будет, какие-то другие города России, да? Да, даже память Дани. Наше дерево, оно это межтынь, крепенье, мабучень, синие корня. Вот так действительно работают с тем временем, кто не знает границы, мы с вами уже просто знаем. Или, например, возьмем растение бамбук. Кто знает, сколько нужно времени поливать бамбук, для того, чтобы он начал расти? То есть, я говорю, несколько лет, действительно, да, поливаем, 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 он не растет. Зато у него и есть удивительные особенности. И эта особенность в том, что если уж он начал расти, то его уже не остановить. За короткое время он убирает бамбук несколько метров. Так вот, как происходит у нас с бизнесом? Мы по году поливаем наш бизнес. Поливаем насыщенно. А бизнес не растет. Так и бывает, да? Может, неправильно делали. Может быть, мы где-то, может быть, на себя надеемся и не слушаем винировок. Или еще какая-то ситуация. Да, работа может по-холоской. Бывает такое. И вот здесь, как обычно большинство людей мыслят, я полгода поливаю, результата нет, дерево не растет, все, я бросаю, не работаю. Ну, мы-то с вами умеем, да? И здесь самое главное продолжать работать, не останавливаться. И идти на результат. Зато ваш бамбук, который в вашем бизнес, удаст очень хорошие, такие религальные плоды. В виде хорошего, мощного дерева в сети по стране и даже дальше. Сетевой бизнес – это бизнес истории. И сегодня я хотела бы с вами поделиться своей историей прихода компании «Сель Парфюм». Действительно, я не сетевик, и я, так же, как и Марина, совсем зелененькая, 4 года назад была, совсем не всем. Не знала, что это такое, и опыта таких компаний у меня, по сути, не было. И вообще по себе скажу так, что по образованию я учитель, русский язык и литература, работала корреспондентом на телевидении. Затем я работала, ну, думаю, на той школе же, поработала все-таки, да, специальности закрепить. Тем более, что все преподаватели говорили, что при разном учитель, на то же все-таки как-то бодипломы закончили. И все-таки я думаю, ладно, пойду поработаю. Поработала. Вы знаете, заплата в 3 500, потом в 5 000 рублей меня вдохновили. Когда мне по авансу выдавали, Елена Владимировна, пожалуйста, на ваши там 1500 рублей, по авансу, я понимала, что я так по первому району являюсь. И вы знаете, при всем том, что меня дети любили, все здорово, мне нравятся вести урок, мне нравятся эмоции детей, это движение. То есть, как бы, это меня как-то очень сильно проколюбило, я всегда знала, что что-то в жизни должно быть у меня что-то лучше. Вот. И так получилось, что я пошла там же, пошла на декрет. И вы знаете, именно в этот декретный период я признала и как-то поняла о своемости преимуществе сетевого маркетинга. И, может быть, если бы не этот декретный период, то, может быть, я их, может быть, не присмотрелась. Потому что мне тоже навязывали наши стереотипы, там, стабильность, мама говорит, Лена, стабильная зарплата учителя, Лена Пинчеля. И так получилось, что в клинике его дети было, в моей очереди, 4 месяца, и я понимала, так, что происходит не так, денег что-то мало совсем, реализации никакой. Что-то хотелось, уже кастрюлю как-то управляли, насколько, что уже воздуха не хватало, уже что-то надо было куда-то идти, что-то делать. Вот, я понимаю, так, куда я могу пойти, так, на полную очередь я не могу. Так, еще куда, там, корреспондент по 2 часы тоже совсем копейки. Так, не обращай внимания на новую рюктуру. Да, я понимала, что один из сетевого рюкта, но... И тогда, завтра же, когда за школой, дала мне каталог Эйвен, она мне удовольствовала посмотреть каталог. И я начну, сижу дома, с Лизой, то есть, что мы смотрим на это все дело, на каталог. И думаю, так, она уже свободное время дала, вот можно заработать, вот она совсем, что-то совсем не как. Реализуем тоже, и вы знаете, уж если не хотелось работать в этих компаниях, Эйвен, Арифлэйм и так далее. И тут я такая сижу и думаю, так, а в какой же компании я хотела бы работать? Я начала мысленно представлять выпуск компании, в которой я хотела работать. Значит, ну так, первый принцип, это, наверное, то, что она должна продвигать качественный продукт. Это первое, основное, потому что я, город маленький, меня все знают, а если я буду, извините, не очень продукцию предлагать, то у кого-нибудь, соответственно, относиться, а я все-таки достаточно, ну, почти сильная знает. Вот. Поэтому надо качественный продукт. Второе, должны выплатить быть больше в этих компаниях, то есть это должно быть хотя бы с продаж больше процентов. Маркетинг я это еще не понимала, я знала, что с продаж. И третье условие, это не должно быть в нашем городе, это что-то должно новое быть, так, чтобы я могла удивить, что-то распадать. И вы знаете, вот в альбинизме, знаете, такое юридное, да, когда мы думаем о чем-то, да, вот, хотим-хотим-хотим, и это появляется. И вот тогда этот альбинизм первый раз в жизни у меня появился. На следующий день, я еду с колесочкой, захожу в торговый центр, смотрю, презентацию. Столик с продукцией, и женщина рассказывает. Здравствуйте, что это у вас такое? Она говорит, вот, все парфюмы, а вот, то-то, то-то, духи, на исламе тут что-то. Я говорю, да, замечательно. Хорошо. А сколько это стоит, сколько здесь птичных целей? Вот, купила молочко для тела, купила духи и деньги. После применения молочка кожа стала захотистая. Вообще, я просто не знала, что после Авинфлейма, Аймана использования, бывает такой результат. Просто настолько эффективность продукции реально. Просто у меня были проблемы, да, допустим, какие. Определенность цухает, допустим, кожа, ну, кожа цухать кожа бывает, да, такая она не назойливая, но все равно. Хотела бы, чтобы она была совсем не хотела. И вот молочко с этим справилась, буквально с первого применения. Я говорю, ну, это же какая продукция замечательная. Я созвонилась с этой женщиной, телефончику я уже взяла. Созвонилась, говорю, здравствуйте, Катерина, вы знаете, я вот у вас купила, мне очень понравился продукт. А вы скажите, у вас тут пока там логом? Она говорит, а да. Я говорю, что начальник, это сетевой маркетинг. Она такая, да. Отечество такое. Я ее особо просилась. На тот момент она мне сказала, что в уступлении не было этих волонтерных контрактов, да, а Optima был только 2 тысячи. Ну ладно, две тысячи. Нашла, давайте все. Ну что, первую вместе с работой я сделала зарплату. Потом я подписала всех молодых маркетингов, которых я знала, потом я убедила. И теперь мне мало кто сможет переубедить, что сетевой маркетинг – это великолепная возможность для молодых маркетингов. Потому что время свободное. Гуляем в саляске или еще где-то, разговаривать не обязательно о том, что вчера отдал чей-то ребенок, или обсуждать какой-то сериал. В их посту работают о огромных сетях, о возможностях дохода. Они постоянно живут на памперсы, еще на что-то. Пожалуйста. Я все проблемы решила. Показала возможность. И действительно, первое время у меня там в скульптуре были молодые мамы, девчонки. В общем, всех знакомых я, по сути, пригласила. Вот. И вы знаете, я даже не помню тот момент. Это же мне не было отказано. Я кому рассказывала, все подписывались. Вот. Видимо, настолько меня это само все вдохновило, что они просто... Они просто шли на меня. Я еще ничего не знала про сетевой. Я не знала, как тут работать, какой бизнес я могу в итоге. Но я знала уже что-то там. И вот мой спонсор Робыченко, ей очень благодарна, она мне рассказала все-таки, что такое сетевой маркетинг. Ведь почему люди не подписываются к нам в сетевой маркетинг? Потому что они не знают, что это такое. Я узнала уже это такое. Почти такое большое. И она мне предложила тогда склад ДМС, помните, да, назывался? ДМС, да, домашний дисклад. Я организовала все дома на чат. Вот. И это выглядело примерно так. Одну руку я держала Лизу. Другой рукой я написала встречу по телефону. Третью руку. Третью руку. И выдавала продукцию консультантам, которые там не приходили. То есть это было так. И через полгода работы я в 6 месяцев стала директором. И возникал уже вопрос о возвращении на работу. Мама говорит, Лена, слушай, тут какие-то вот, ты вот открыла вот это все материальная ответственность. Это же надо как бы вот, давай-ка не ввязывайся, давай я лучше на работу выходить. Я говорю, мама, слушай, смотри, я тебе на ногу шутил пальто купила. Я говорю, вот это, вот это сделала. Ну, смотри. В общем, я решилась. И в своем вот городе, небольшом с полудухом заводе, я организовала работу, вот. И я стала первой в своем городе. И буквально через год я уже вот, да, даже меньше, я открыла свой офис. Теперь у меня офис в центре города, у меня личный автомобиль. Я выиграла квалификации на поездке. И я даже в своем консультантах постоянно говорю о том, что, друзья мои, вот представьте, я работаю в школе. Я говорю, ну, неужели вы мне за мою хорошую работу, так что я замечательные уроки, там, такая вся прогринутая училка. И мне за это скажут, ты именно так классно поработала, давай-ка наивиться, да? Так и есть. И я учила когда на компании. Сейчас Тайвань уже близится, да? И премия за директорство тысяч идет уже буквально это месяц. Супер, да? Жизнь поменялась. Вы знаете, я помню, вот когда еще в школе работала, такое ощущение, что смотришь наверх как-то вот так. Что какие-то рамки, что-то все, как-то молоко, писть, а не молоко, чего-то, как-то вот так. А теперь как-то вот думаешь, какой-то он еще в покое, да? Да. Действительно, сейчас вот благодаря семью это очень мощная школа общественного бизнеса. И у нас с вами такие лидеры прямо вот выходят. Такие люди, это вот мощнейшая школа вообще жизни, я считаю, общественного бизнеса. И жизнь настолько меняется, и сейчас вот я верю в то, что любой человек действительно может. В общем, таким образом я пришла в бизнес с ей партнерами. Теперь обратимся к теме нашей, да? Большой бизнес в маленьком городе. Как же я работаю? Какие преимущества вообще есть в маленьком городе и вообще есть ли они? Давайте задумываться. Замечательно. Хорошо. Согласна. Еще какие плюсы? Как вы думаете? Зарплаты маленьких хотят подработку. Замечательно. Люди слушают о возможностях такого. Потому что крупные города, они как-то доступны. Вот. Еще какие плюсы есть в маленьком городе? Все рядом. Да. Шаговая доступность. 5-10 минут ты в офисе. Ты уже взял правду. Супер. Еще что? Вот. Быстро растущая популярность и известность. Да? Вот об этом скажем. Что, например, у нас город, да? Небольшой тут, да? У нас есть два... Прошу на связи. Так, сорта тысячи. Два торговых центра. Таких самых основных. И мимо них почти никто не проходит. Так вот. Это как деревья, да? Вы что могу? Все знают? Так вот. Я использую такой прием. Я регулярно буквально два раза в неделю делаю презентации. Мои консультанты ходят со стойкой, делают анкетирование. Например, знакомы ли вам бренд Сейпарфюм. Какие два продукта... Чем вы сейчас пользуетесь? Пользуетесь любыми, да? Ароматами компанией Сейпарфюм. Какие у вас два любимых продукта? Хотели бы вы иметь дополнительное? То есть вот такого плана. Один человек со стойкой, другой идет уже... Народ подходит, да? Анкеты проводит. И уже люди, кто задержался, подходят. Мы берем контакты, потом связываемся. То есть таким образом мы из виду как бы себя не выпускаем, что мы даем людям, а нас вообще доверят. То есть там уровень тут есть. И тут серьезно. Моликлайонцы. Ходят, дышат. Но тем не менее, да? Моликлайонцы. Моликлайонцы. В 본ру. Нев fam-л�естя и указывают, где действительно.